по Центральному федеральному округу, это порядка 27 тысяч рублей. Это, наверное, послужило как раз триггером для того, чтобы создать особую экономическую зону, то есть привлечь инвестиции в Ивановскую область, создать рабочие места. И давайте немножко пойдем дальше. На нашей территории Ивановской области находится, сейчас уже озвучили, это одна особая экономическая зона. Она находится в черте города и в соседнем районе Родники. Это вот два. То есть если особая экономическая зона в Иваново, это у нас зеленая территория абсолютно, то в Родниках это уже был действующий индустриальный парк. И к ранней заданному опросу у нас уже поступают заявки от резидентов индустриального парка о том, чтобы их включили в особую экономическую зону. То есть как стоит заключить с ними соглашение. Об этом сейчас мы ведем диалог. Но, к сожалению, практику поделиться не могу. У нас три дня всего, как мы находимся в этой особой экономической зоне. Давайте дальше. Также у нас есть две территории, оближающие в развитии этой Южной Наволоки, четыре индустриальных парка и, соответственно, десять моногородов, которые как раз именно позволяют развиваться инфраструктуре вокруг индустриальных парков и особо экономических зон. Давайте возьмем в качестве типового проекта, давайте рассмотрим проект производства трикотажного полотна, фабрики, да, это с инвестицией порядка 5 миллионов долларов. Здесь мы можем видеть, как меняются финансовые показатели проекта, учитывая налоговые преимущества старта на площадке ТСР или особо экономической зоны. С учетом налоговых преференций при размещении на ТСР рентабельность капитала увеличивается на 80%, а срок окупаемости при этом снизится до 10 месяцев. В том числе чистая прибыль, как мы можем видеть, она возрастает на 50%. В то же время при размещении особо экономической зоны, то есть было ранее сравнение, да, то есть здесь уже чистая прибыль возрастает на меньшую сумму, при этом в расчете у нас было 30%, а срок окупаемости сокращается на 5 месяцев по сравнению с обычными условиями. Да, было, в принципе, тоже уже ранее сказано, у нас есть ТСР, и, соответственно, в качестве преференции для резидента ТСР действуют стандартные меры государственной поддержки, это льготное налоговое обложение, льготные программы финансирования государственных фондов, фондов ФРП, соответственно, да, и здесь давайте пойдем дальше. А теперь подробнее хочу рассказать об инстриарном парке Наволоки. Он расположен на мультипальной земле этого городского поселения. Первый резидент Наволок – компания «Нафтекс», которая в 2015 году локализовала масштабный институционный проект по созданию современного производства перевязочных материалов в медицинском марле. Благодаря комплексу мер поддержки у проекта стабильно растущие показатели выручки, как мы можем видеть на слайде, немножко, может быть, спешу, если кому-то что-то хочется посмотреть, то посмотрите. Давайте дальше. Какие меры поддержки были реализованы? В 2017 году фонд развития моногорода выделил 250 миллионов рублей на строительство только инфраструктуры для этого проекта. В 2020 году фонд развития промышленности одобрил льготные займы на 200 миллионов рублей плюс субсидии Минпромторга России с 2016 года по 2018, и мы имеем общий объем поддержки для данного проекта – это 514 миллионов рублей. Вместе с этим за счет снижения налоговых ставок в 2020 году удалось высвободить 260 миллионов рублей. На следующем сайте я представлю наш новый проект – это компания «Катон Пром». Она известна в мире как «Ишкургрупп», она – это международная компания, и сейчас они приняты решения в октябре прошлого года. За полгода мы подготовили все необходимые документы для получения статуса масштабного проекта нашего региона, что позволило получить возможность получить землю без торгов и также при выходе предприятия на проектную мощность, при учете льгот в ТСР, компания сможет сэкономить порядка 52 миллионов рублей. В рамках поддержки Агентства по привлечению инвестиций, это наша структура, где я работаю, разработал антилантивный способ финансирования затрат на строительство инфраструктуры не только за счет средств, даже без учета средств инвестора, на строительство инфраструктуры, за счет средств фонда развития многоградов, за счет средств коммерческих компаний, других, и DBL, то есть, как мы назовем их так, таким образом, затраты компаний в будущем и сейчас они составят инфраструктуру 0 рублей. Также обращаю внимание на дорожную карту по строительству инвестиций проекта буквально год назад. Мы, соответственно, с ними начали, сейчас они уже проектируют и в конце этого года они, соответственно, начнут приступить к строительству. Теперь давайте поговорим о льготах, о преференциях на резидентов особой экономической зоны Иваново, которую мы получили 27 числа, это 2-3 дня назад буквально, вышло постановление об этом. И, соответственно, здесь у нас существуют налоговые льготы на период до 10 лет. Это касается, соответственно, как мы видим, это пошлина на импорт, оборудование и компоненты, материалы, то есть используемые по производству, МДС на импорт оборудования и компонентов, и, соответственно, экспортные пошлины на готовые товары, вывозимые за пределы ЕАЭС. То есть мы это, в принципе, тоже сегодня обсуждали. Давайте рассмотрим здесь конкретный пример. На территории Ивановской области работает градообразующее предприятие, находится в городе Фурман, и оно планирует реализацию их нового проекта с размещением на территории особой экономической зоны, включающей в себя огромный объем института, это 3 миллиарда рублей, для нас это большой показатель, как для одного проекта. И за 10 лет реализации проекта объем льгот составит более 270 миллионов рублей для данной компании. Учитывая высокий интерес со стороны потенциальных мест к размещению на территории особой экономической зоны, Иванову действует региональная мера поддержки, это института налогового вычета 90% стоимости инвестиций, возможность получения льготных кредитов с привлечением финансирования иностранных банков, так и государственных банков, таких как «Госпробанк» и «ВЭП». То есть это выбор в любом случае у компании всегда должен быть. И для приоритетных средств промышленности, в том числе «Легпрома», льготная ставка НДС будет 13,5%. В том числе для масштабных институтных проектов наряду со льготным представлением земельного участка действует льготная ставка по налогу на имущество, это 1,2%. В заключении я хотел бы отметить, что основная цель нашей компании, агентства – это оказать помощь инвесторам в сопровождении проектов, в решении всех проблем, вопросов, которые могут быть связаны с реализацией проекта. Это, соответственно, подбор как площадок, разработка индивидуальной программы, финансирование проекта, оказание визовой, юридической, канровой поддержки для наших работников, также взаимодействие с инвестиционными органами государственной власти. В настоящее время в нашем регионе порядка 100 проектов. У каждого места есть свой персональный менеджер, который полностью помогает в решении всех вопросов в режиме 24 на 7. Если у вас есть какие-либо вопросы, я готов на них ответить. Первое лицо, как человек, который участвует в этой стоп-экономической зоне в Ивановской области, если есть, я с удовольствием отвечу. Коллеги, есть ли вопросы представителей Ивановской области? Сейчас... А, да, вопросы. Спасибо большое за презентацию. Был очень интересный. Не один вопрос. Вот, создана тоже в восточном направлении, от Москвы, ОС Доброград. Есть ли какие-то... Существует ли конкуренция, допустим, за инвесторов в этом плане? Чувствуете ли вы какую-нибудь... Честно говоря, нет. Честно говоря, нет. Да, в принципе, можно было бы подумать, что все регионы там голодные до инвесторов, все хотят развиваться, все делают все, что возможно, но достаточно равные условия в регионах созданы. И здесь уже каждый инвестор выбирает для себя именно инфраструктуру, то есть то, что ему ближе. Если в нашем регионе создано порядка двух тысяч текстильных предприятий, существует, да, соответственно, трикотажное производство, то есть компании, которые производят ткани для этих потребителей, да, им, соответственно, интересно стать здесь. То есть это та же компания, как Тонпром, это трикотажное производство, компания Миртекс, это тоже трикотажное производство. Соответственно, это интересно. Плюс у нас есть машиностроительные компании, да, Тоже есть автокраны, были компании профессионалы, которые занимаются производством экскаваторов, оснастки для экскаваторов. Соответственно, тем, кто готов вписаться в эту модель производства, им будет там интересно. И такие прецеденты уже будут. Сейчас у нас порядка пяти уже обращений, то есть даже не пяти обращений, а компании, которые стоят в очереди на заключение соглашения о особо экономической зоне. И в данный момент в течение двух-трех дней новость разлетелась по России очень быстро. Звонков очень много на самом деле. Горячую линию уже открыли. Я так понимаю, нужно сейчас в течение месяца вам соглашение в управлении, с правильной компанией подписать. Да, у нас идет в этом работа очень большая. Правильная компания выбрана, создается экспертный совет, создается наблюдательный совет. Соответственно, все решения принимаются. Поздравляем вас с этим значимым шагом. Так, есть вопрос. Давайте вот о Музакиршек Савидович еще во прошлой сессии пытался задать вопрос. Я, к сожалению, как-то проигнорировал. Я извиняюсь. Я позволю одну-две минуты для того, чтобы был понятен мой вопрос, почему я посмел на это. Я ждал, когда передача закончится. И я хотел тогда задать этот вопрос. Я представляю, к сожалению, регион, который является дотационной. Это Северный Кавказ. Я не представляю. Я очень много интересных выступлений здесь видел. И понимаю, что для регионов дотационных, индустриальные парки, технопарки, особые экономические зоны, они являются, возможно, интересными для того, чтобы выйти из зоны дотационной. Мне, который проработал более 20 лет в Москве, вернувшись в Дагестан, вот, наверное, подтверждают, что я прав с этим вопросом. Мне стыдно, что Россия меня кормит. Россия огородила нас от внешних всяких неудобств и так далее. Поэтому мы должны быть, наверное, самые первые, которых не кормит Россия, а которые, в общем, поднимают экономику в своих регионах. В связи с этим вот у меня вопрос. Вот, казалось бы, в дотационных зонах как раз первые, где надо, вот, индустриальные парки создавать для развития, значит, экономические зоны. Вот как вы считаете, если, допустим, ну, начать, может быть, с одного-двух таких индустриальных парков, которые, значит, контролируются, и из года в год, если есть действительно рост, то вот, возможно, выход из дотационных зон, может быть, вот эти экономические зоны и индустриальные парки являются единственным способом выйти на уровень, значит, российских регионов, которые сегодня процветают. Еще раз я извиняюсь, что позволил себе вопрос задать, но... Спасибо за вопрос. Ну, как регионам, наверное... Да, давайте попробуем. Ивановская область тоже является, на самом деле, дотационным регионом, и для нас это большой шанс выйти из этого, выйти от этого статуса, уйти от него, да, и, соответственно, особая экономическая зона мы очень располагаем к этому, очень надеемся, что это произойдет именно так. Вот, но я очень могу сказать, что зависит от, все-таки, от команды, которая, как бы, создана в регионе от сплоченной работы администрации, бизнеса. Если мы будем друг друга слышать, мы обязательно, обязательно добьемся этих результатов. Особая экономическая зона, это как экономисты, давайте посмотрим. Особая экономическая зона нацелена на создание экспорта, то есть увеличение положительного нашего торгового баланса страны на мировом рынке. Поэтому мы должны стремиться туда, вот государство нам изо всех сил в этом помогает. На самом деле, очень много инструментов, не только особо экономические зоны, но и других инструментов, которые созданы правительством Российской Федерации, их нужно использовать в комплексе, изучать, знать, понимать, помогать бизнесу, разобраться в этом. И это надо делать нам. Мы стараемся, помогаем. Спасибо. Так, еще вопрос есть, Айзова? Добрый вечер. У меня не вопрос, у меня скорее соображение. Я работаю с японскими компаниями больше 30 лет и руководил проектом строительства и запуска завода Хитачи Экскаваторного в Тверской области. Это парк Раслова. У меня два соображения по поводу того, что сегодня говорилось. Хотел тоже на этом заострить внимание. Первый момент касается льгот, о котором сегодня много говорилось. Вот когда мы вместе с японскими коллегами принимали решение, где строить завод, у нас был Гринфилд, и мы проехали 35 регионов, включая Услугу, Новороссийск, Калининград, Балтийск и Находку. Потому что нам было важно порты, там снабжение шло комплектующими из Китая и Японии. У нас приоритет был такой. Первое – это рынок. То есть, если в стране нет рынка, ничего не будет, какие бы льготы ни были. Проект должен быть прибыльным. Второе – это логистика. Мы построили в Твери, потому что мы до Урала продаем… Ну, мы – это вот оранжевый экскаватор «Эхитач» – дорожно-строительная техника. До Урала продаем 80%. Соответственно, мы там, где клиент. Третье – это кадры. Потому что японцы понимают, что все идет к автоматизации, промышленность 4.0, людей будет на заводах меньше, а те, кто останутся, люди, они будут все время дорожать. Потому что квалифицированные кадры будут стоить все дороже и дороже. Четвертое – это поддержка региона, потому что мы ориентировались на губернатора и его команду. И правильно делали, потому что в процессе проекта поменялся губернатор, ушел Зеленин, пришел Шевелев. Но и тот, и другой – совершенно разные люди. Зеленин – бизнесмен, а Шевелев – герой России, десантник. И тот, и другой были очень клиентоориентированы в отношении инвестора. И честь и михвала – завод построен и работает уже 8 лет. И только пятое – это льготы. Да, нам подвели за счет бюджета инфраструктуру, потому что мы километров 7-10 от Твери. Электричество, воду, канализацию, землю продали практически как бы по минимальной цене и так далее. Но льготы не играют никакой роли. Мы даже в госзакупки не пошли, потому что, ну скажу прямо, тут довольно квалифицированная публика, заходить в госзакупки – это очень большая ответственность. Потому что там куча всяких условий, это 719-е постановление и так далее. И потом оттуда еле ноги можно унести. То есть многие считают, что заходить вообще в субсидии, в эти льготы – это токсично. Уж прямо скажу. Если у компании есть рынок, у нас рынок – это в основном частники, да, частники и частные компании. То есть мы от госзакупок независимы, и у нас доля большая. Хитач уже больше 20 лет имеет больше 30% на рынке. Вот про льготы просто. Это, дай бог, пятый как бы по ранжиру, да, стимул. И коротко завершая, что же делать в этих условиях, да. Вот японцы мне много чего говорили, я бы одно сейчас поделился, да. Я думаю, кстати, среда за 5 лет не сильно изменилась. Она примерно такая же, как у нас была вот в 2015 году, о котором я говорю. Они приводили пример Чехии. Как известно, в Восточной Европе, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша – очень много заводов. Японских, корейских, которые продают не только в Европу, не только в Россию, но и по всему миру. Они мне приводили такой пример. Вот в Чехии для инвесторов 7 лет вообще нет налогов. Вообще. Ну, кроме НДФЛ. 7 лет – это примерно срок выхода на положительный кэшфлоу. Капексов покупается гораздо дольше, да, но вот положительный кэшфлоу – это 7 лет. И в это время нет налогов вообще. Ну, кроме НДФЛ, как я сказал, да. А потом включаются все налоги. Мне кажется, вот настолько льгот, да, вот я внимательно слушал, там, мне кажется, сам черт ногу сломил. Поэтому, мне кажется, проще сказать людям, что вот 7 лет нет налогов, а потом мы все включаем. Хотите приходить? Спасибо. Спасибо большое. Ну, действительно, проект, которым вы занимались, очень знаковый. И многие про него, когда он реализовывался, знали, слышали. Касательно льгот, то, что это не самое главное, да, конечно, мы это прекрасно понимаем. Но раз уж есть такой инструмент, мы тоже о нем говорим. Ну, касательно примера с Чехии, ну, у нас тоже в какой-то момент, знаете, и в УЭЗах, и в ТСРах включается режим «все выключено», в смысле, с точки зрения налоговых льгот. Сегодня все есть, но они когда-то, естественно, закончатся. Через 5-10 лет резиденты начинают платить налоги по полной. Ну, да, но пока не дошли до того, чтобы еще все налоги отменить, я думаю, не нужно к этому стремиться, нисколько все-таки какая-то платность ведения деятельности, она должна быть всегда, и любое предприятие должно все-таки хотя бы в таком минимальном объеме налоги платить. И повторюсь, все прекрасно понимаем, что налоговый льгот далеко не главное, но почему бы не сделать, почему бы не предложить еще один стимул инвесторам, если такая задача по привлечению инвесторов стоит. Спасибо вам большое, еще раз вас поздравляем с созданием МВС. Коллеги, ну, на этом наш семинар сегодня будем завершать. Спасибо за то, что присоединились. Те, кто присоединился в офлайне, у нас будет возможность с вами сейчас еще дополнительно поговорить в кулуарах. Да. Маслехин, да? Сергей, не знаю, включен сейчас звук, чтобы мы его услышали или нет. Если есть какой-то вопрос к Сергею, мы его зафиксируем, обязательно мы отправим. Я вас уверяю, что если у него есть ответ, он точно есть. Он к вам вернется и подробно ему ответит. Коллеги, спасибо еще раз большое за то, что присоединились. Если будут дополнительные вопросы, присылайте.